Из-за обильных осадков, обрушившихся на Красноярск, в воскресенье очень сильно пострадал частный жилой сектор. К примеру, здесь, на улице Куйбышева, по словам местных жителей, уровень воды в домах достигал одного метра. Все в воде. Холодильник в воде, плита, машинка стиральная, диван. Практически новый диван. Все. Стены, я не знаю, что тут, гипсокартон, как они себя поведут, они уже все начинают. Валентина Куприянова говорит, так сильно их никогда не топило. Семья живет здесь 30 лет. Видели всякое. Заливала улицу и огород, бывало, даже крыльцо подмывала. Но на этот раз стихия буквально ворвалась в дом. Вот на второй этаж поднялись, ребятишек всех порастолкали, по родственникам. Ну, администрация приехала, правда, сразу предложили там покушать, переночевать, если хотите. Но я отказалась, куда я поеду. А потом уже они сказали, гонят или помпу, я не разбираюсь в этом, но долго не было. То там откачивали возле линии, то там откачивали. Ну, короче, я долго и упорно ждала, но в два часа, в третьем, в начале третьего ночи, все тут откачали. На огородах погиб весь урожай. Бессонную ночь в своих домах провели многие соседи. Помогали откачивать воду, пытались привести жилье в порядок, насколько это было возможно. От воды повело деревянную мебель, дверные проемы. На полу лежит слой грязи. Вот все, что было в доме на 50 сантиметров, это все затоплено. У нас новой гарнитуры еще недели нету, только заказала. Он весь размок, он весь разбух, холодильник полностью, вот все ящики, все, морозилка, стиральная машина, то есть все, что можно. Вода начала уходить, это, сейчас скажу, где-то часов в девять. В девять мы уже могли сюда, в дом подняться и расти. А как ночевали вот эту ночь? Где? Дома уже? Да, да, дома ночевали. Ну а куда нам? Нам некуда. Тех, чьи дома залило под самую крышу, расселили в санатории лесной. Там решили разместиться всего трое человек, две женщины и пожилой мужчина. Им предоставили отдельные комнаты, обеспечили бельем и питанием. Ну вот здесь вам как? Ну здесь что-то хорошо, здесь сухо, тепло, кормят все. Ну что, день, может два, сойдет вода, съездим туда, посмотрим, что там. Вчера приезжали здесь администрация железнодорожного района, Роспотребнадзор интересовался судьбой и питанием наших гостей. И администрация города заинтересована в их пребывании здесь и обслуживании. Поэтому наше дело просто качественно выполнить свои обязанности. Весь день в пострадавших от наводнения дворах работали представители различных городских и спецслужб. Людям обещали дать денежные компенсации, а также провести дезинфекцию участков и обеззаразить скважины и септики. Сергей Сеславин, Александр Ермошенко, Новости.